Скажем так, мы прожили в Польше 10-11 месяцев и после этого мы уже как бы прилетели в Торонто. И когда, перед тем, как мы вылетали, мы поставили себе задачу, чтобы за 7 дней пребывания там максимально изучить как бы аспекты жизни, которые, в принципе, нам интересны. То есть не ходить там белочек смотреть по парлам, а съездить в местную новую хуту. Вот, да-да-да, это тоже было. Транспорт, да. У нас была карта с районами, какие самые богатые районы, какие самые бедные районы, сходить в школу, посмотреть, да-да-да, вот такого плана. И мы заранее еще посмотреть, есть сайт. Кстати, если кому-то интересно по иммиграции в Канаду, пожалуйста, не задавайте мне вопрос на эту тему, потому что я не разбираюсь. Я как бы сам ее прошел, но многие моменты я вам просто не подскажу. Володя опубликует ссылочку где-нибудь здесь или там в описании к видео. Есть такой форум, называется rusforum.ca. Это огромный, просто огромнейший форум, где есть вся исчерпывающая информация по теме иммиграции в Канаду. То есть там вы можете найти ответ на любой вопрос, а если его не нашли, задать вам и оперативно на него ответят. Поверьте мне, там очень активное сообщество. Обращайтесь туда, если вы как бы заинтересованы. Вот на этом форуме мы опубликовали опять же, кто нам что порекомендует и жители непосредственно уже Канады, кто там переехал, они порекомендовали. Сходите туда-то, посмотрите то-то, сходите там в школу тоже, зайдите попробуйте, там в комьюнити-центр так называемый. В каждом районе есть спортзалы, бассейны. То есть у них это объединено чаще всего в одном помещении, ну в одно здание и туда люди с округи все снижаются. И мы составили такой себе маршрут, план в принципе действий, что к чему и прилетели в Торонто. Приземлились там, нас друзья встретили, они там уже некоторое время жили и сразу, вот сразу что попалось, просто вот ощутилось в полной мере. Сразу скажу, что я абсолютно не любитель какой-либо старины, каких-то искусства в плане там архитектуры и так далее. То есть я приезжаю в города, мне нравится ходить там по историческим центрам, но я не испытываю каких-то там огромных ощущений, эмоций от того, что я там вижу вот эту вот архитектуру. Вот. Но что я ощутил сразу в Канаде? Вот ты выходишь на, в парк погулять, да, в Торонто, там красивенный парк с на побережье, там, типа, заливом или озером, я уже не помню, что там, ну, большой это такой водный объект. Вот. Все чистенько, аккуратненько, газольчик подстриженный, ламочки стоят аккуратненько, но не цепляет. Но не цепляет. Не цепляет. То есть комфортно, классно, удобно, но души нету. Стерильно. Вот, стерильно. Понимаешь, ты... Каким балом, не цепляет. Не цепляет. Смотрите, дружки обратно, не радует. Ну вот, понимаешь, часто об этом люди рассказывали, да? Часто об этом люди рассказывали, и ты это такое, как бы думаешь, вот, не, я цепляла точно такая же. Ты чего издеваешься? Ты приехал в страну, который, там, в топе мира, да? Страна в топе мира находится в списках, да? То есть они, как бы, там, и экономика, и экология, все, все, все. Ты приехал, поцепляешься к каким-то, там, тебя что-то не устраивает в плане того, что там истории нет. Но, по факту, если говорить, Канада обрела независимость 150 лет назад. За, как бы, за этот промежуток времени, да, то есть, метаясь, там, от одного к другому, в принципе, у них, ну, как бы, такой вот, какой-то коренной истории, да, ее нет. Факт, да. Приезжая в любой город Европы, в любой город, даже не, даже Польши, да, ты вот идешь по улицам, видишь, там стоит... Не даже Польша немножко кусок имеет свой вес в истории. Не-не-не-не, я имею ввиду, что даже не нужно далеко ездить. То есть, не в плане, что Польша там в лакане, что даже вот, переезжая из одного города в другой, Польша, ты на это не обращаешь внимание, да? Ну, например, есть какая-то, какая-то залитушка на столбе, да, фонарном. И вот, поверь мне, вот она несет в себе откуда-то там уже в столетии, да, какой-то вот там был мастер, который вот именно такой был стиль. И тебе на это все равно, то есть, ты на это не смотришь, но ты это ощущаешь, поверь мне, то есть, ты... Оно, да, в воздухе. Да, и ты переезжаешь из одного города в другой, и где-то что-то чуть-чуть меняется. В Польше, например, насколько я тоже знаю, что есть разные эти, не акценты, а языковые вот эти вот особенности. Да, да, то есть, даже в разных регионах страны ты можешь встретить немножко разные, как бы, произношения там слов, да, построения там предложений и так далее. В Канаде, вот, еще тебя, да, удивлю, меня не устроил, мне не понравился внешний вид транспортных развязок, да. Ты думаешь, что за фигня, да. Но, вот представь себе ситуацию, ты едешь от Торонто до Лондона, мы там на арендную машину брали, это Лондон такой городок, 150 километров от Торонто, там тоже тем, кстати, еще вот, кстати. Ну, понятно. Вот представь себе, что ты на этом промежутке трассы, 150 километров, проезжаешь примерно там под 15 транспортными развязками, да. То есть, ну, вот обычные там эти развороты, повороты и так далее. А вот сейчас представь себе, что каждая из них абсолютно идентична. По внешнему виду, по конструкции, по всему. То есть, ты едешь по трассе, на которой, кстати, нету заправок, нету парковок. То есть, это, в принципе, тоже вот, они, когда я этот аспект осветил на форуме, они мне тоже сказали, что нет, у нас есть эти парковки и заправки на трассе. Говорю, где? Они мне сбросили карту Канады, и там где-то их там 10 штук. Я говорю, ребята, ну вот, если мне нужно для того, чтобы заправиться, нужно съехать с трассы, там стоят указатели, что на следующей развязке съедешь с трассы, и там будет через 300 метров заправка, да? Я не считаю, что это инфраструктура трассы. То есть, я как привык к Европе, опять же, ты едешь, тебе захотелось там покушать, остановился, вырулил обратно, вот эта инфраструктура. Здесь у тебя просто трасса, обочина, как бы там, ну, просто как этот овраг, да? Ты пилишь по этой трассе, и у тебя и проезжаешь, вот, в принципе, почти все, что ты видишь, кроме какой-то там отдаленной природы, в плане там просто леса стоят, да? Ты видишь просто эти развязки, которые на тобой проезжают. У тебя, когда ты уже на десятую, под десятой развязкой проезжаешь, которая абсолютно такая же, как предыдущая, да? Сделай фотографии, ты не распознаешь. У тебя начинает оставаться впечатление, что ты находишься в компьютерной игре. Вот как в GTA, помнишь, да? То есть, ты едешь, вот, как будто на скопипастере, понимаешь, и в этом нет ничего плохого. То есть, это, на самом деле, это эффективное использование ресурсов. Экономия, да. То есть, у них есть один проект, у них есть один материал, у них есть одна краска, которая это они делают, и они это делают везде. То есть, рабочие, которые это уже делают. И вот в этом всяко надо, поверь мне. То есть, вот, если мы говорим, в принципе, про построение архитектуры, про построение инфраструктуры, все сделано максимально эффективно, с минимальными дополнительными вложениями. Но именно эти минимальные дополнительные деньги, которые могли бы пойти на какой-то дизайн, на какое-то там, ну, какое-то разнообразие, оно, фактически, тебя вгоняет вот немножко, вот такое, немножко, скажем так, депрессивное состояние, мне так кажется, что ты, в принципе, все видишь, вот, как бы, не граммом больше. Сделано все, вот, сделано на сто процентов, ну, не граммом больше. Фонарный стол будет стоять, это будет просто вот, вот такое, да? То есть, грубо говоря, да? То есть, никаких там завитушек, никаких там... И кажется, что это ерунда. Но когда это у тебя на каждом шагу, когда ты заходишь в административное здание, там, вот, просто, грубо говоря, покрашено стенкой краской, да? И ничего, просто вот так, да? Ну, ё-моё, ну, неужели нельзя вот было вот как-то? То есть, вот, какое-то должно быть внутреннее ощущение, какой-то радости, не знаю, какого-то разнообразия, там этого нет. Люди, которые туда приезжают, вот, чаще всего, да? Когда я уже сказал, после того, что прошёл этот миграционный путь, прошёл уже, в принципе, вырвался из того места, откуда ты переезжал, да? Потому что она тебя, естественно, не устраивала по тем или иным причинам. То ты, в итоге, как бы, с этими вещами миришься, и ты на них особо внимания не обращаешь. Есть ещё большая разница, если бы вы не пожили в Польше, то, может, немножко не было бы такой вот разницы. Так я тебе больше скажу, что если бы мы здесь не пожили, я бы, в принципе, даже многого бы этого не заметил, понимаешь? Ну, вот я аж об этом говорю. Да, поэтому, когда люди спрашивают по поводу переезда, там, вот, в Канаду, да? Из Минска, да? Из Минска, да. Из Минска есть... Я ещё хочу ради справедливости добавить один момент. Ребята, которые приезжают из Минска в Краков, особенно из центра, чаще всего говорят, что-то у вас как-то тут грязновато в Кракове. Грязновато, бомжи ходят, как-то всё неаккуратно, старая каменица есть обшарпанная. То есть надо понимать, что такое Минск. Я в Минске не был, но это всё ровное, чистое, аккуратное. Дороги ровные, дома ровные, всё ровно, аккуратно, чистое. Как вот хороший совок, так вот один товарищ сказал. То есть не хорошо, не плохо, просто факт. Потом они привыкают, они любят Краков, это буквально там полгода проходит. Но первое ощущение вот именно после Минска. То есть есть большая разница. Одно дело, если ты приехал, вот как Алексей рассказывает, в Канаду из какого-то там села, извиняюсь, Мухасранска, где там всё разбитое, госучреждения в плесени, грязные, то, конечно, это будет за счастье. Но после Польши, там со всеми этими приколами, конечно, это другая разница. Ну, кстати, вот ты правильно заметил, что... Ну, насчёт Минска тоже очень правильно, что у нас реально всё чисто и аккуратно. Это вообще, в принципе, если кто-то не был в Минске, очень рекомендую побывать, потому что никого не оставляет равнодушным город. И особенно то, что... Похожих городов я не видел. То есть много зелени, он распластанный, куча парков, очень классно. Вот правильная вещь ты заметил по поводу того, что большой отпечаток наложил именно Краков. Не столько Польша, да, как в целом, как Краков, потому что здесь исторический город. Всё-таки не будем забывать о том, что во время Второй мировой войны он практически не был разрушен. Да. Он уцелел, и поэтому здесь вот эти... Вся история вот прям вот как бы вживую, не воссозданная потом, а уже вот как она была, ты ей просто пропитываешься. И после Кракова переехать в Торонто тоже для меня это немножко как бы вот было ударом таким. То есть вот по этим вот именно восприятиям. Хотя, опять же, повторюсь, я абсолютно никак не фанат вот этих вот исторических вещей. И есть у меня ещё такой лайфхак-демотиватор, так называемый. Открываешь Google Maps, приближаешь Торонто, берёшь за шкирку этого чувачка с этого, с Street View, и бросаешь на трассы только, ну как бы не частный сектор, потому что частный сектор он везде красивый. Там лужайки всякие, понятно. А ты кидаешь на трассы такие вот именно проездные разных районов Торонто. И вот ты как бы смотришь вот эту панораму, да, это вот одноэтажная бетонная застройка, это вот абсолютно одинаковый вид всего и вся. И опять же после как бы более-менее такой разнообразной Польши и там того же Кракова это немножко по-другому уже смотрится. Вот. И скажем так, по внешнему виду вот Торонто вообще не притягивает. А в Канаде по сути, как мы, как англоязычные, ну как люди, которые обладают английским языком, выбирали и думали между тремя городами. Это Торонто, это Калгари и Ванкувер. Вот. Монреаль там и остальные части не берём, потому что ну франкоязычную как бы часть мы совсем никак. Вот. И по сути мы имеем три города, да. Это как столица, этот Торонто. Дальше Калгари это город нефтяной. Он весь бизнес там, который есть, он в принципе зависит от нефти. Поэтому там малейшее колебание по нефти, сразу начинается кризис. Вот. Хотя город сам по себе прикольный. И там есть определённые минусы. Там очень сухой, например, воздух у них там. Горы рядом, поэтому у них часто эти Ченуки или Хенуки как называть этот ветер, который там головную боль даёт. Ну короче, что-то такое там есть. И Ванкувер это самый красивый, самый классный город Канады, но при всём при этом он самый дорогой. Он даже скажем так неадекватно дорогой. Вот. И приезжать куда-то в деревню, в принципе, как бы тоже не самый лучший вариант. Потому что если ты уже, скажем так, идёшь на дауншифтинг, если ты уже идёшь как бы на какие-то серьёзные телодвижения по адаптации на новом месте, то ты уже, скажем так, хочешь, чтобы всё-таки делать это уже в том месте, где есть потенциал для дальнейшего роста. А не для того, чтобы ты приехал в какую-то деревню, там через пень-колоду что-то выставил, а потом думал как бы переезжать уже внутри Канады. Как выживать. Ну тут, ну, зависит, конечно, от вида деятельности, от возраста и так далее. Потому что одно дело, когда тут стоит вопрос детей потом, где будут учиться дети, какое у них будет образование. Но на самом деле очень многие даже там, может не очень многие, но есть люди, которые там, когда дети уже вырастают, они куда-то едут там ближе к природе. Но мы этот этап ещё не прошли, да? Ну да. Поэтому для нас важно, чтобы дети учились в хороших заведениях, на высоком уровне. Тут тоже это игра и значение. Ну и сам строишь тоже свою карьеру, ну и естественно легче заработать там, в тех городах, где больше денег. То есть когда спрашивают, без понятия люди, куда переезжать, я говорю, ну естественно, первый вариант Варшавы, что просто тупо больше денег, их легче вынуть из этого потока. Ну в принципе есть. То есть это как бы, ну логика понятная. То есть это одно дело, когда ты там заработал свои миллионы и можешь там купить себе там, не знаю, конюшню, разводить коней, да? И дети твои уже здесь самостоятельно учатся. То это можно, конечно, в Манитобы ехать. Ну и условно, да. А так, ну естественно, это должен быть какой-то центральный город с хорошей инфраструктурой, образованием и так далее.